Всем привет! Это видео-запрос. Сегодняшнее видео будет больше интересно тем людям, которые собираются переехать в Россию, жить и хотят здесь не просто жить, а оформлять документы именно на гражданство. Хочу уточнить, что я буду рассказывать лишь только свой опыт. Могу какие-то мелочи упустить, но я постараюсь этого не делать и уж все-все-все охватить в одном видео невозможно. Если будут какие-либо вопросы, то обязательно пишите. Я либо отвечу на них в комментариях, либо отвечу в следующем каком-нибудь видео. Ну и чтобы не затягивать, давайте приступим. Я сделала наброски и у меня получилось 10 этапов оформления документов. 10, так сказать, шагов, которые приблизят вас к гражданству. Первое, что хочу посоветовать вам, это когда вы решили уже, что вы едете, когда вы уже определитесь со всеми нюансами, которые вас могут интересовать. Это регистрация, это прописка, возможно, это жилье, где вы будете жить, это финансы на первое время. Также не забываем все-все документы, которые вам могут понадобиться при оформлении. Паспорт, свидетельство о рождении, свое детей, свидетельство о браке, документы об образовании, индификационные и все-все-все возможные остальные документы, которые у вас имеются. Второе, что хочу посоветовать, это при пересечении российской границы вам придется заполнять миграционную карту. Вам там расскажут, что, как нужно делать, как нужно заполнять ее, но мой главный совет, после того, как вы въехали на территорию России, миграционную карту не выбрасывать. Она вам пригодится при оформлении документов. Это будет такой же документ, как и все остальные, которые вы с собой возите на территорию России. Поэтому будьте добры, держите все документы вместе и ничего не теряйте. Приехав, вы становитесь на учет в местном ФМС по месту регистрации либо прописки. Если у вас нет пока еще регистрации и прописки, попробуйте обратиться в МФЦ. Я слышала, что там помогают с этим, но это не стопроцентная информация. Когда вы уже утрясли все свои вопросы с регистрацией, вы встали на учет в ФМС, узнаем в том же ФМС, что нужно для оформления ВУ, это временного убежища. Когда вы уже узнали перечень документов, перечень всего, что нужно для этого, собираете нужные вам документы, заполняете заявления в ФМС и, соответственно, подаете их. Уточняете также, в какие сроки будет осуществляться само оформление, сколько времени это займет. Следующая ступень. При получении ВУ вы уточняете, какой перечень документов, опять же, требуется для соотечественников. Место, куда нужно подавать, может быть стоимость, если это платная услуга. Если бесплатная, то где это все оформляется, как, когда, в какие сроки. Все эти вопросы вы должны уточнять именно непосредственно у тех людей, у которых вы получаете документы. Если они не владеют какой-либо информацией по этому поводу, они вас направят туда, куда нужно. Соответственно, собрав всю важную информацию по тому, что вам нужно для оформления соотечественников, вы это все собираете, вы это все делаете и, соответственно, подаем на соотечественники. Опять же, уточняем, в какие сроки будет длиться оформление, через какое время вы получите именно данный документ. И также заранее можете узнать, что вам может потребоваться для оформления РВП. Какой перечень, опять же, документов, куда обращаться, где это будет все проходить. И постепенно будете это все собирать, накапливать. Соответственно, пока оформляли вам соотечественники, вы уже подготовили документы на РВП более или менее. Получив соотечественники, вы можете уже подавать на РВП. Когда вы подали документы на РВП, не забудьте проконсультироваться по поводу того, какие нужны документы на гражданство. Насколько я помню, там не очень много нужно документов, поэтому их можно собрать в очень короткий срок. При получении РВП вы, соответственно, можете подавать уже документы на гражданство. Это будет, конечно, не день в день, как вам кажется по моим рассказам. Я просто эту информацию пыталась максимально сжать. При подаче документов на гражданство, опять же, консультируемся, где мы будем получать гражданство, что нам для этого потребуется. После того, как вы уже получили гражданство, а это прошли где-то 4 месяца, и получать его вы будете, скорее всего, в ФМС по месту регистрации. В том же кабинете, в котором вы получаете гражданство, вам объяснят, в какие сроки, в какой день прийти и получить паспорт. Потому что в день, когда вы получаете гражданство, вы пишете заявление на паспорт. В последней ступени я могу вам посоветовать не забывать, что для этой всей информации, которую вы здесь получили, нужна обязательно прописка, либо регистрация, деньги или много денег. В зависимости от того, платно вы делаете, либо бесплатно. Если бесплатно, то нужны просто деньги. Если платно, то нужны большие деньги. А также потребуется смекалка, выдержка, терпение, свободное время, чтобы отстаивать очередя. И, конечно же, удача, чтобы получить все документы в сроки. Ну и лично от себя я хочу вам пожелать удачи, будущие граждане. Небольшой постскриптум после всего, что я здесь сказала. У меня были курьезные ситуации, когда заканчивалось временное убежище. И я не успевала получить соотечественники, потому что мне продлили сроки. Мне не выдали в тот срок, когда были готовы документы. Соответственно, до другого срока выдачи соотечественников временное убежище у меня бы было просроченным. Регистрация тоже. Случилось так, что мне пришлось понервничать, мне пришлось побегать. Опять же, дополнительные очередя поотстаивать. Для того, чтобы продлить временное убежище. И для того, чтобы оформить заново регистрацию. А это, я вам скажу, дело не из легких. Чтобы вы понимали, данные инстанции не несут никакой ответственности за то, что они говорят. Они могут сказать, что ваши документы будут готовы в течение 4-х месяцев, 3-х месяцев. Ваши документы могут быть готовы либо раньше, либо позже. Также вам и выдадут их либо раньше, либо позже. Тут опять дело случая. В этом видео я выделила только главные тезисы, главные шаги, которые нужно учесть. Это как карта, по которой нужно идти вперед. Дословно и прилагать документы я вам не могу. Потому что половины документов у меня уже, соответственно, нет. Еще учитывайте главное, что при подаче на временное убежище у вас изымают ваш украинский паспорт. И выдают через месяц или максимум 3 месяца книжечку. Либо листок формата А4, либо А5. У кого что... У меня, допустим, был листок формата А4. У кого-то опять был листочек. У кого-то были книжки. Кому, опять же, как повезет. Вот здесь нет стандартов. В каждой области инстанции следуют своим каким-то методам оформления. Нет единой политики для этого. Она, конечно, есть, но заведомо. Мелочи и нюансы, они могут присутствовать везде. В каждом отдельном городе и области свои. Поэтому я и не считаю нужным здесь много рассусоливать. И говорить не нужной вам информации. Какие бумажки нужны, для чего, сколько времени ждать, почему, зачем. Вы уже сами приходите, задаете вопросы, получаете информацию, оформляете, собираете, делаете и так далее.